Здравствуйте, мои дорогие! С вами психолог-практик Евгения Саженцева, а также богослов по образованию. Мы с вами продолжаем говорить о теме НРЛ «Нарциссическое расстройство личности». Я после ресурсной консультации записываю это видео для того, чтобы и с вами со всеми поделиться теми инсайтами, которые пришли мне во время консультации. Потому что я думаю, что это отзовется во многих сердцах. И получила сегодня очень благодарный отзыв. Мне сказали, что я счастлива после сессии с вами. Спасибо большое, мои дорогие! Вам всем спасибо за то, что вы такие благодарные. Знаете, может быть, даже дело не во мне столько, сколько в вас, потому что каждый из вас эмпатичный и не может быть неблагодарным. Потому что человек, он такой сам внутри, да, и если человек внутри нарцисс, допустим, да, ему сколько добра не делай, он всегда будет неблагодарным даже к тем, кто желает ему одно добро. Сегодня мы поговорим с вами о выжженной земле, которая остается после того, как вы расстались с нарциссом. Это действительно выглядит, как выжженная земля, как поле, где не осталось ничего, что раньше вас радовало, что раньше приносило вам удовольствие в жизни. Иногда это материальные потери, иногда это физические потери и моральные в том числе. Почему это происходит? Потому что, во-первых, может, для вас это будет новостью, но нарциссы всегда завидуют своим жертвам. Они мечтают их в конечном итоге растоптать, отнять все, что у них есть и обесценить их под конец. И оставить их вот в таком состоянии, когда ты не знаешь вообще, как жить дальше. И знаете, у них очень такой мошеннический склад ума, им всегда хочется отобрать у тебя, отобрать у тебя то, что ты сам создал, чему ты прикладывал долго усилия, разрушить, например, твое дело, которое ты годами создавал, запятнать, например, твою репутацию и так далее и тому подобное. А в конечном итоге нарцисс завидует вашей улыбке. Это, мне кажется, самая главная зависть нарцисса, потому что вот когда эмпат улыбается, он улыбается изнутри. То есть его радует его внутреннее состояние. Нарцисс стремится тоже к тому, чтобы быть счастливым, но он стремится не проработать изнутри это счастье, чтобы в разных обстоятельствах, несмотря ни на что, быть счастливым. Нарцисс стремится создать вокруг такую суету, чтобы все вокруг перед ним плясали, и чтобы он при этом ничего не делал, и получать от этого счастье. Но, дорогие мои, счастье таким путем невозможно достичь. Невозможно достичь счастья, идя по головам. Невозможно достичь счастья, воруя, отбирая что-то у других. А нарцисс хочет именно какого-то вот такого кривого счастья, где он что-то у другого отнимет, отберет и заберет у другого, так скажем, его счастье. Потому что ему кажется, во-первых, что все остальные незаслуженно имеют это счастье, и оно должно принадлежать нарциссу. Но в его погоне за счастье, все равно он не обретает это настоящее счастье. И учеными доказано, что нарциссы постоянно находятся на самом деле в тревоге, на кортизоле, на адреналине, тем самым они и нас заражают этим. Я вам, знаете, хочу такой пример привести. Вот, допустим, мне просто рассказывали эту историю. Так как я сейчас состою в союзе писателей, что один раз у писателя украли рукопись. Вот представляете, да, человек писал, писал. Это труд его души, это интеллектуальный труд. И кто-то другой просто взял и украл. Вот можете себе такое представить. И вот как вы думаете, обретет ли человек счастье, если он, допустим, даже опубликует где-то это, выставит под своим именем? Обретет ли он счастье таким путем? Тем, что он крадет у другого его интеллектуальный труд? Я думаю, нет. Но при этом, при всем, вот понимаете, что мы должны вот из таких историй для себя извлечь, и почему мы не должны унывать? Мы с вами эмпаты. Да просто потому, что если в тебе есть зерны, например, создания, допустим, да, таланта какого-то, ты всегда можешь создать новое, ты можешь, как из пепла, снова возродиться, как феникс. А нарциссы это не могут. Их путь состоит в том, чтобы у других что-то забрать. Изнутри они не могут создать что-то свое, чтобы вы понимали. И когда нарцисс, допустим, ну я не знаю, вот есть у меня тоже разные случаи в моих консультациях. Вот давайте предположим такой момент, что у девочки очень большой талант к бизнесу, к тому, чтобы, допустим, реализовывать какие-то проекты, осуществлять, зарабатывать хорошие деньги, да. И, допустим, нарцисс вот на это на все смотрит и хочет, допустим, отобрать от нее какой-то вот кусок пирога, да, вот. Она вот что-то создает такое, какой-то бизнес, допустим. Он хочет присвоить себе и думает, что это сделает его счастливым, вот так вот обманув какими-то схемами, манипуляциями. Но опять же, а как он дальше будет развивать это свое дело, да, без создателя самого, который это все может только он продвигать? Ну хорошо, он откусит этот кусок пирога, там, каких-то денег, но за тем, что ему нужно? Ему нужно снова у кого-то что-то воровать, идеи, какие-то проекты, понимаете. То есть нарцисс живет вот всегда вот в таком ощущении, что у кого-то лучше, чем у меня. Я предполагаю, тут факт, и скорее всего так и есть, что у нарцисса у самого тоже есть куча талантов. Но из-за вот этой зависти ему всегда кажется, что у кого-то лучше, чем у меня. И он вместо того, чтобы развивать свои внутренние таланты, он хочет другого лишить его дела, его счастья, его труда, допустим, да, особенно с жертвой, как он поступает на выходе, он же пытается просто растоптать, размять, чтобы оклеветать всех, как бы настроить против нее. Но при этом, при всем, нарцисс тратит свою энергию не пойми на что, вместо того, чтобы действительно в себя вовнутрь заглянуть. А ему страшно в себя заглянуть, потому что там пустота внутри. И он никогда не достигнет настоящего счастья, настоящей радости от того, что ты честно сам что-то сделал, чего-то добился. Он даже если что-то добьется, понимаете, ему всегда вот такая вот мысль такая приходит, что, а у кого-то лучше. И надо мне у кого-то опять же что-то забрать. Обесценить, допустим, чужой труд, это же не всегда вот именно забрать. Иногда это просто обесценить, просто унизить другого. И убрать как бы радость чужого человека. Поэтому, друзья мои, еще раз повторю мысль. Не бойтесь вот этого этапа, когда нарцисс оставил выжженную землю. Когда вам кажется, что все в жизни потеряно. Они могут это сделать, действительно. У вас что-то забрать. Но ваши внутренние таланты, ваши цели в жизни и ваш внутренний свет, его ничем не погасить. Вы еще обязательно наверстаете вот из этих зерен, которые вам дал Бог, новые ростки, плоды. И вырастет новое дерево вашего дела, ваших новых успехов. Вы все это снова обретете. Как только начнете путь восстановления, вы вернете себе свой внутренний свет. И мы это, эмпаты, умеем. Поэтому до конца нас никому не растоптать. И не давайте это другому сделать ни за что на свете. Не доставляйте такую радость нарциссу, если вы сломаетесь. Да, они получают удовольствие, когда видят, что по итогу вам плохо, что вы не можете встать с кровати и так далее. Не доставляйте им такого счастья. Вы должны идти дальше. Вспоминать, какой вы были до него или каким. И снова, снова нарабатывать в себе то, что в целом уже есть. Вспоминать, взращивать свои труды. И Господь вам тоже в этом деле поможет. Не бойтесь всей этой клеветы. Не бойтесь того, что от вас кто-то отвернется. Понимаете, кто отвернется? Скорее всего, такие же люди, как он сам. А настоящие люди всегда с вами останутся. Настоящие друзья. Может быть, таким образом очистится ваш круг. Останутся только настоящие. Но в целом, выжженную землю не надо бояться. Нужно знать, что это просто этап в жизни, который приведет вас в целом еще к лучшему. Может, вы больше будете разбираться в людях. Вы будете более тщательно, допустим, смотреть на то, кого к себе ближе подпускать, кого нет. И я думаю, что вы в силах переработать весь этот опыт и стать еще лучше, чем были до нарциссы. Вы, во-первых, возвращаете себе свое «я», свое «я», какой вы были до нарциссы, и становитесь еще лучше, еще более успешным человеком. Я в этом просто уверена. Очень у многих вырастают крылья. Просто вырастают крылья. Они начинают вот этот свободный полет без нарцисса и понимают, что он просто был паразитом в твоей жизни. Даже если этот человек как-то материально вам помогал. Они настолько сильно могут высасывать твою энергию, вот даже с этой помощью какой-то, что вы закрываете для себя свои возможности. Ведь даже добренькие нарциссы, они по существу тоже злорадные очень, и они мешают вашему успеху. Какой-то может быть критикой, каким-то продавливанием вас. Вот вы, допустим, пойдете там развиваться в каком-то новом деле, для себя что-то новое открываете, какой-то бизнес-проект. Он обязательно скажет, да там все мошенники, не иди туда, не занимайся этим, не занимайся тем. Везде люди плохие. Вот, кстати говоря, сейчас тоже следите за собой, за тем моментом, когда вы перенимаете на себя образ мышления нарцисса. У вас это не должно быть ключевой мыслью, что все вокруг плохие. И это к вам пришло от нарцисса. Очень многие находятся вот в этом состоянии, когда уже никому не верят и не доверяют. Это не ваше. И это вам не надо. Вы должны возвращать себе свою силу. И в том числе, и, может быть, свое доверие, да, к людям тоже. Потому что, если мы просто замкнемся в себе, в панцире в своем, то, понятно, у нас будет очень узкое поле для нашей деятельности дальнейшей. А нам нужно идти дальше. Нам нужно развиваться. Нам нужно строить новые планы, новые цели ставить на жизнь. Уже без этого человека. Все это очень грустно. Все конечные манипуляции нарцисса. Летучие обезьяны. То есть люди, которых нарцисс подговаривает против вас, чтобы вас сломать. И разные-разные манипуляции. Но знайте, что с вами Бог. И что вы сильнее всего этого. И у вас получится восстановиться. Поверьте, пожалуйста, в себя. И доверьтесь Богу. Он тоже вас ведет тернистым путем к лучшей жизни и к лучшей версии себя. Если вам нужна личная консультация, я всегда рада помочь. Телефон в описании видео. Всем до новых встреч. И да, сегодня будет онлайн-трансляция, где вы можете задать вопросы. Восемнадцать часов по московскому времени. Я вас жду.